Всем привет, ребят! С вами я, Дошик. Сегодня я расскажу, стоит ли покупать JBL Flip 4 спустя полтора года эксплуатации. Колонка у меня покупалась в апреле прошлого года. Ну, плюс-минус где-то полтора уже прошло. Пользовался ей почти каждый день, юзал на LFM. Звучит она до сих пор хорошо, но не хрипит. Ну, так, знаете, типа, звук немного подпорченный есть. Вот сама колонка. Она претерпела небольшие изменения. Я её покрасил немножко. Ну, это, в принципе, не важно. Вот. Немножко она покосалась. Вот здесь, короче, сломалось одно крепление. Трещит вот эта херня. Силиконовая. И немножко вот сетка здесь подпортилась в некоторых местах. Вот. Здесь, например. И она такая, видите, стала не белая, а такая грязная. Ну, вот. Так. Документация обычная. Я не вижу смысла показывать. Шея все видели. Вот, это шнур тоже, он ещё живой. Я ему заряжалась часто её. И он, чтобы ничего с ним не случилось. Вот он, ещё живой. Кстати, он очень выполнен качественно, но только он на micro-USB. Сейчас уже USB Type-C. Но для 2017 года это было очень хорошо. Имеет на колонках USB и micro-USB. Вот. У этой колонки заявленная мощность 16 Ватт. Два динамика по 8 Ом. По 8 Ватт. Частотная характеристика 70 ГГц. До 20 кГц. Для 2017 это нормально, конечно. Но для сейчас, 2020 года это так себе. Здесь присутствует JBL Connect Plus, Speaker Phone, IPX7. Ну, и игра эта на 12 часов заявлена. Но это неправда. У меня она максимум 5 часов играла. Но к этому мы вернёмся уже чуть позже. Так. У меня версия GGGI. Вот такая вот у меня версия. Ну, она... Не знаю. Мне, честно, больше нравится вот AN. И здесь об этом всё написано. AN Вьетнам. TL GG Китай. Пушао AN звук более чище. Как и у TL. А у GG она более крепче. Ну, она больше прослужит. И как бы у неё баса больше. Ну, вот. Выиграла она в 2017. Коробка здесь сразу... Давайте перейдём к плюсам. Коробка здесь очень хорошо выполнена. Из картонного материала. В отличие от FLIP 5. FLIP 5 она бумажная. И это как бы не очень хорошо. Потому что она быстро порвётся. Или... Короче, пипец придёт. А вот эта очень хорошо держит. Как и на FLIP 3. На FLIP 3 такая же была картонная. И она держит тоже очень долго. Вот. Комплектация тут тоже нехилая. Хоть и нету блока питания. Здесь есть кабель. И документация. И всякие гарантийные штуки. Талоны всякие. А, здесь ещё шло мне 3 месяца музыки. Но я не знаю, как её активировать. И уже эта подписка давно прошла. Ну, дай фиг с ним. Вот. Ещё один плюс. Это качественный звук на средних частотах. Она их очень хорошо выражает. Но... Но... На высоких частотах и низких она немного проседает. Хоть и бас у неё такой более-менее нормальный. Но она... Я как-то повторюсь, немного проседает. Звук становится не очень качественным. Это особо выражается на высоких частотах. Хороший у неё ещё бас. Ну, если не считать LFM. Вот, например, Connecta Plus. Вот. LFM Connect Plus. Конечно же, на LFM она будет играть по басу лучше. Но пердёж будет вообще жёсткий. И она у вас сломается быстро. Ну, а так колонка, в принципе, нормальная. Сейчас я вот открою эту хрень. Вот. Здесь, кстати, присутствует разъём для microUSB и для UX. Ещё плюс в этой модели. То, что у неё есть заглушка. Вот. Резиновая. И туда не попадает вода. И здесь ещё есть Aux. Её можно подключить к компьютеру. В отличие от той же JBL Flip 5, у которой нет Aux и заглушки, её не подключить к компьютеру. И песок и всякая штука будут попадать в открытый разъём. И это как бы не очень хорошо. Может сломаться быстрее у вас Micro Type-C. Минусы здесь тоже есть. Это стеклянные пассивные радиаторы. Вот эти вот штучки. Они выглядят очень так-то красиво, но минусы у них тоже есть. Вот, например, если вы куда-то положите её, и у вас будет играть музыка на басах, то если там, конечно, Connect использовать, то у вас пассивки просто могут об что-то разбиться. Да, это настоящее стекло. И как бы они разбиваются очень часто, вот именно это. Вот у меня тут даже уже покорябано немножко. Сейчас, если камера сфокусируется, немножко видно, вот. Покорябывалось немного, вот. С этой стороны тоже там, вот за этой наклейкой тоже покорябано. И это, как бы, знаете, вот, это вот минус, который вот меня бесит жёстко. Ещё минус – это проклейка внутри пассивных радиаторов. Она очень плохая. Вот у меня вот там уже разошёлся шов внутри. Вот он идёт неровный. И вот там вот я заклеивал где-то месяцев 8 назад, потому что оттуда шла небольшая протечка воздуха, и были эйрлики. И это, как бы, тоже не очень хорошо. Так, ещё один минус – это динамики. Они хрипят спустя 2 года. Ну, плюс-минус, даже если вы его слушаете без LFM, они у вас будут всё равно хрипеть. Через 2 или через 1,5 года. Потому что они выполнены не очень-то качественно. Ну, колонка сама качественная, но вот динамики и звук из них, он такой себе, знаете, не очень качественный. Это, если что, моё субъективное мнение, и не судите меня, пожалуйста, строго. Ещё один минус – это батарейка, которая у вас тоже может рипнуться спустя 2,5 или 3 года. Ну, если вы используете LFM, она у вас за год и убьётся. Так она тоже очень быстро рипается, из-за того, что Harman не предусмотрели почему-то это, то, что такая дорогая у них продукция, и так мало у них держит батарея. Всего-то каких-то на всего 3 года. Это не очень, конечно, хорошо со стороны Harman. Ну, если деньги есть, то можно её заменить легко. И вот такие вот дела. Ну, минусы я ещё пока что больше не нашёл. Меня колонка устраивает. И главный такой вопрос – стоит ли её покупать в 2020 году? Да, её можно купить, но в диапазоне их 3000 рублей. Не дороже. Потому что эта колонка больше 3000 не стоит. Особенно в 2020 году. Потому что вышла на рынок новая JBL Flip 5. Хоть и там тоже минусов немало, но она будет лучше, чем Flip 4. Потом ждите, стоит ли покупать JBL Flip 5 в 2020 году чуть позже. На неё тоже будет потом обзор. Вот. JBL Flip 3 тоже можете купить, но она, конечно, лучше подешевле там за 1200. Ну, вот такой вот обзор был. И стоит ли покупать плюсы-минусы в 2020 году. Если вам понравилось моё видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Я очень старался и сразу говорю, не это моё было мнение. И можете у меня не обсирать в комментариях то, что типа JBL Flip 4 там либо говно, либо топ. Так что не хейтите. Ну, всем пока-пока. С вами был я, Дошик. Спасибо за просмотр этого данного видео. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok